друзья всем привет с вами татьяна мы у нас на даче такая у нас красота и туния но сегодня речь пойдет не про петунию а про товары из магазина светофор мы как всегда передачи заехали светофор сейчас я вам выложу небольшой обзорчик может быть что-то интересное увидите если кто-то что-то покупал напишите отзывы свои а потом я вам расскажу про свои покупки из магазина светофор про очень неудачные покупки то есть это будет честный отзыв на товары вот как оно есть так что смотрите видео до конца у нас столов много привезли метр сто пятьдесят на пятьдесят девять 1747 рублей рассветка вот эта симпатичная понравилась завоз видимо был недавно табуреток много такая то что у нас сушилка для белья шестьсот одиннадцать рублей стеллажи привезли 1737 рублей написано что это комод 5 секций 110 на 46 на 37 такой вот он пластик черный появились ковры такие симпатичные лохматенькие были сборнички как говорится да такие вот все бежевых всяких оттенки бежевые коричневые серые так 4000 размер у него полтора на 2 и 3 витебские ковры состав стопроцентной пп не знаю что такое пп что-то наверное искусственное стулья эти кстати неплохие я вам показывала стол есть и к такому столу вот эти стулья подойдут хорошо семьсот восемьдесят шесть рублей набор разделочных досок смотрите прям с подставочкой очень удобно такая рассветка в расцветке нету все такие двести шестьдесят четыре рубля но удобно то что подставка идет в наборе гель для душа интересный 100 рецептов красоты вообще люблю эту марку написано кофе вы знаете понюхала прям аромат кофе идет такой кофейный кофейный циника нет товар пока еще на оформление эко гель для стирки тоже хорошее средство универсальной для детского взрослого белья для всех видов тканей написано что даже по госту такая большая водичка сколько она стоит на 250 пар для 3 литра 31 красивые полотенца какие махровые с орнаментом таким золотистым так что у нас тут стопроцентный хлопок 70 на 130 татарстан делает такие цвета такой кофейный цвет синий такой бордовый и желтый красивые полотенца хорошие а зеленые все есть зеленый тоже красиво ну так вот начинаю свой честный обзор товаров из магазина светофор в первую очередь хочу рассказать про краску фасадного вот такая вот краска фасадная стойкая куф из лучам долговечное покрытие атмосфера стойкая то есть все это мы видим указано производителем производителя альмира водно-дисперсионная акриловая краска фасадная вот такая вот и что я хочу сказать друзья ни в коем случае не покупаем такую краску мы покрасили такую красивую перголу этой краской до издалека она смотрится вполне прилично беленькая но если мы подходим поближе мы видим что это пергола выглядит как такая уже хорошо состаренная такая уже потрепанное временем она у нас новая и покрашена совсем недавно вот сейчас покажу покрашена было в три слоя все по правилам все слои высыхали вот смотрите каждый дождь смывал эту краску вот что не дождь то она смывается вот так это сейчас выглядит то есть изначально это было все беленькая красивая до дождей после дождей это выглядит вот так ну вот сейчас уже нет такого а то прям внизу было все белое ну там немножечко остатки вот есть вот там вот белые от краски здесь уже пятна какие-то пошли то есть вот так это будет у вас выглядеть через месяц все было закрашено вот то что вы видите тут все было закрашено сразу после покраски была гладкая белая вся белая вот как кто понимает укрывная краска да вот она закрывает все беленькая беленькая однотонная вот сейчас это выглядит вот так вот и не с другой стороны тоже самое вот видно как она облезает вот вы представляете а если было бы этой краской покрашена стена дома там допустим весь дом вот и представляете на что это было бы похоже такое вот безобразие продается вот все это вот вот там вот тоже вот видны подтеки какие-то грязные выступили ничего этого не было не грязные они вернее темные какие-то выступили что касается конкретно вот наши это пергола вы знаете она оказалась где-то кстати то есть она выглядит такая как искусственно состаренная она вписалась нормально да можно подумать что это вот такая задумка но тем более сдалека она вот беленькая все хорошо но красить строение еще раз вот покажу эту краску из магазина светофор не рекомендую для строений однозначно дальше что касается саженцев из магазина светофор весной там продавалось очень много саженцев и у меня есть видео про них какие были какую стоимость что купила а купила я тогда очень много потому что цена была сказочная я не помню сто тридцать что ли рублей причем я покупала когда их только привезли им зелененькими листиками выбирала правильно сажала ну что я хочу сказать я наверно купила штук семнадцать этих саженцев и из всех них у меня выжила только одна вот эта вот смородина но опять-таки какая она окажется большой вопрос ну вот как ни странно один саженец только смородины у меня выжил покупала и вигеллу и пузыреплодник и дёрен смородина тоже несколько кустов купал но саженцев вот этих вот остальные тоже по несколько штук покупала в общем ничего остальные все благополучно засохли и от корня больше ничего не пошло так что друзья что касается саженцев тоже не ведитесь на эту дешевизну лучше купить один хороший где-нибудь в питомнике или ну на крайняк там в леруа это лучше но в светофоре вот эти вот дешевые все лучше не покупать это выброс денег просто выброшенные деньги на самом деле очень жалко потому что во первых это выброшенные деньги мы все зарабатываем да они же на дороге не валяются жалко во вторых чтобы посадить этот саженец прикладывается масса труда потому что нужно подготовить правильно посадочную яму да ну кто садоводы огородники меня поймут то есть выкопать плодородный грунт туда чтобы все это было правильно да посадить правильно выбрать место и мы же сажаем не просто так мы как-то планируем эти посадки что в этом месте вот будет вот это вот у нас расти да ждем 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 питаем какие-то надежды такое вот разочарование обидно и что касается грунта и что касается грунта ну вот я подошла к своим питуньям и продолжаю значит обзор товаров с магазина светофор также покупала там грунт в мешках выглядел он достаточно прилично то есть никаких там не палок не мусора не веревок вполне прилично выглядел но но в нем очень плохо растут все цветы вот такого цветения питуней ну принципе вроде они неплохо но пышного цветения как обычно нету и какой-то грунт странный вот я все кашпо загружала туда вот этот вот грунт из светофора ну принципе красиво но должно быть уже более пышное цветение а его нету и он себя в кашпо ведет очень странно то есть внизу он мокрый вообще не просыхает а верх почему-то пересушивается он очень сухой и делается вверх сейчас я полила уже ну как бы не так сейчас покажу где тут у меня посушь я их поливал сейчас вот вот здесь вот видно вот вот он уже высох вот я их поливал он уже вот вот сухой весь а если туда вниз то есть вот рукой потрогать там постоянная влага вообще не пересыхает то есть у меня никогда такого не было обычно как в кашпо полностью тем более стоит жара да в кашпо полностью либо грунт высыхает да мы поливаем цветы либо весь как-то ну видно влажно а здесь он причем внизу он не просто влажный а он вот он вообще там не просыхает там все время прям вот как болото какое-то почему-то а верх становится как пыль совершенно вот сухой сухой и соответственно цветам это не нравится потому что корням всегда влажно и очень тяжело приноровиться поливать потому что верх сухой все равно как-то полить немножко нужно а у корней получается вот это вот влага и несмотря на то что я при посадке кашпо кладу обязательно еще удобрения долгие играющие все равно в этом году петунии выглядят не так как обычно то есть еще один для себя я вывод сделала что грунт светофоре я тоже покупать больше не буду опять таки он стоил дешево по моему 150 рублей большой мешок 50 по моему литров то есть где-то в ашане в леруа конечно они там по 400 по 500 эти мешки и очень соблазнительно очень мы набрали много этих мешков как раз я все кашпо загрузила все но опять-таки не стоит гнаться за этой дешевизной не рекомендую ну вот друзья вот так вот вам рассказала про свои неудачные покупки из магазина светофор с удовольствием почитаю ваши комментарии напишите пожалуйста что вы покупаете там что вам нравится что не нравится может быть тоже какие-то антиреклама каких-то товаров оттуда или наоборот что-то рекомендуете мне моим зрителям читателям что-то такое что может быть и не знаем да надо бы там покупать но там есть конечно светофоре есть такие товары которые и мне нравятся и другим нравятся но вот у меня в этом году вот такие покупки ну вот друзья благодарю вас за сердечки за обратную связь комментарии ваши подписывайтесь давайте дружить общаться всего доброго доброго